Нам уже объяснили, что просто так вот взять, дополнить, что-то там приделать, что же у нас камней-то можно добыть, нельзя в Эрмитаже? Не только в Эрмитаже, ни в одном музее этого делать нельзя, потому что это дополнение. Значит, иногда бывает, что если какие-то дополнения происходят, то только совершение реставрационной комиссии и хранить его, безусловно. В другом, к сожалению, этого делать нельзя. Кроме того, есть определенные правила. Например, эти добавления должны быть съемными обязательно. То есть, можно на выставку их поставить, потом при необходимости просто убрать. Тогда это реально все сделать, конечно. Но вот здесь было решено и хранителями, и комиссией, что мы не дополняем. Во-первых, в некоторых случаях мы не знаем, что там было. Ну, с жемчужными понятно. В любом случае, вот с брошами и со всем остальными, с подвесками, не ясно. Просто не знаете, да. Даже если бы мы знали, но, видите, опять же, это будет наша фантазия. А фантазии к делу не пришивши. Поэтому мы должны, естественно, быть уверены, что это будет оригинальное что-то. Игорь, самая сложная вещь, какая была выставка с этих вещей? Вы знаете, они все были очень сложные. В каждой вещи были безумные. Всякие работы сложные. Но самое длительное, наверное, все-таки кабинет. Это было связано с большим количеством материалов, которые там есть. И дерево, и кость крашеная, и черепаха, и серебро, и позолото, механизмы, и внутренние ящики, зеркало и так далее. То есть примерно около года длилась работа, очень-очень длительная, очень сложная была. Прошу прощения, у меня не встряла. Как бы вот технологически как-то получали линище? У вас же там масса всяких приспособлений, аппаратов. У нас есть исследовательский центр. Прежде чем проходила реставрация, естественно, уральное исследование, изучение. И после этого уже обсуждали на реставрационной комиссии с хранителем и со специалистами. Что мы будем делать? Иногда мы делали виртуальную реставрацию. То есть на компьютере моделируем, что будет, если мы приведем ту или иную операцию. Показывали хранителю, если это было решено, что мы добавляем или делаем ее, то мы производили и промылили. Было что-то, что вас очень удивило? То есть вот когда вы эти вещи... Вот что-то такое, как неожиданное? Слушайте, в каждой вещи было, всегда удивляет очень сильно. Например, вот в этом чудесном ларце в верхней части была крышка, под самой крышечкой, которая скрывала все эти элементы. Она была серебряной с позолотой, но мы сильно удивились, потому что орнамент был травленным. То есть металл травили, и получился такой орнамент совершенно своеобразный. Вот для начала XVI века это было, конечно, сильно удивительно. Но работая в Эрмитаже большое количество лет, понимаешь, что тут неудиление, тут, видимо, отсутствие, может быть, каких-то знаний дополнительных. А по времени, как бы, они все такие многодельные, сложные. Вот самое, что было сложное. Я не знаю, что такое сложное, потому что если ты сделан человеком, мы всегда можем восстановить. А по времени самое длительное было, наверное, все-таки кабинет. А можно мы к кабинету подойдем, и вы нам скажете, где там что может открыться? Вот я так понимаю, что вот здесь вот ключик, и значит вот что-то... Здесь много всяких тайных, потайных ящичков, и на самом деле это очень интересно, потому что вот в нижней части расположено зеркало. В средней части вынимается большая часть этого кабинета, а если мы вытащим ящик, там находятся еще два потайных ящика внутри, которые вытаскиваются с помощью специальных таких петелечек. И там могли хранить все, что угодно, и никто никогда в жизни не догадался, что там... Не догадается, что там уже то есть. Затем в верхних ящичках, там точно такие же боковые элементы, которые, когда вытаскиваешь ящички, они выдвигаются, и такие тайные ящички в каждом из них есть тоже. А потом очень интересно, довольно длительная была работа, хоть не связанная с нашей лабораторией, но у меня живописец это все делала, девушка Ксения Тихомирова, а живопись была жутко переисталирована. И нужно было ее вернуть к тому облику, который был. В бультер-провете мы сдали съемку, и увидели, какая она была изначально, и дальше уже останавливали в том виде, в котором она была. Вы же так много пользовались, что... Я бы не сказал, что пользовались, но пользовались, естественно, а реставрировали довольно часто. Видите, мы, может быть, немножко ругаемся на ресторантов, которые были до нас, но мы больше чем уверены, что следующее поколение ресторантов будет ругаться именно на нас, потому что каждый век новые технологии, новые возможности, новые изучения и так далее. Но вот мы сейчас стараемся больше времени изучать и уделять, вернее, исследовательской работе. Без этого, к сожалению, никак не получается, и мы можем испортить экспонат, мы можем его навредить, и, безусловно, работы очень много. И вот как только ты начинаешь понимать, с чем ты работаешь, дальше уже немножко проще становится. А часы вы починили, они работают? Часы работают, если выставить горизонт, а здесь очень сложно, потому что сама подставка не очень ровная, но мы стараемся все-таки часы 17 века и запустить их, честно говоря, желание большое есть, но они ходят. Но расшвечалка механизм, мы стараемся делать это крайне редко. Пусть стоит. Я думаю, что для выставки, наверное, это не столь важно. А что там было, вот в этом, где черное такое, что там было? Ну, а что? Ну, вот это что-то есть или там ничего нет? Вы имеете в виду вот от круга? Да, или это шары? Это шары, это лунный календарь. Значит, там есть такой механизм, видите, колесико внизу. Это как раз дни месяца и лунный календарь. То есть вещь уникальная, своего рода. То есть эти люди были гораздо образованнее нас в смысле астрономии по счету времени. Вы понимаете, астрономия известна еще до, за тысячу лет до этого момента. Поэтому я думаю, что все это, конечно, было уже известно. Но очень сложный механизм. И очень сложная была работа, потому что связана с хранением температуры и влажности. Ну, например, если влажность меньше 20%, здесь все пластины просто отлетят. Если влажность больше, они увлажняются и набухнут, и, в общем, его раздуют. Потом большая проблема с ультрафиолетом. Видите, как плохо подсветили? Не то, что плохо подсветили, а малосветно. Если больше 100 люкс на освещение этого кабинета, это беда будет, потому что будет невозможно... Он не будет высыхать, да? Он не будет высыхать, это ультрафиолет, солнечная радиация, и это будет все разрушаться. Там натуральные красители, пигменты, окисломеди. Вот про красители. А чем же красить-то можно слоновую кость? Окисломеди. Она как-то... Да, красится хорошо. То есть, я по первому образованию археолог, когда копаешь за хранение, а если какой-нибудь браслет на руке надет, то в этом месте вся кость абсолютно зеленая. Потому что очень хорошо прокрашивается, окислом меде. А кость, в принципе, трубчатая, очень пористая, и очень хорошо прокрашивается. Но это было, пожалуй, самое сложное. Но когда мы начинали проект с могульским драгоценностями, как раз ароматник здесь представлен, и это, конечно, было очень сложно. Потому что я технику кундана индийскую изучал 20 лет. И то по эрмитажным коллекциям, по коллекциям других музеев, но в большей степени мы изучили... Сейчас было у нас приглашение Шейха Аль-Тани, мы ездили, снимали Джайпур и Мумбаи, и как раз эту индийскую технику. Она уникальна. Она собрана, этот сосуд собран на шелачной мастике. И натуральный шелак, и с помощью тонкой золотой фольги все это держится в единой конструкции. Но если вы нагреете свыше 40 градусов, если вы сделаете влажность больше определенного количества процентов, это все развалится.